МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При распитии спиртных напитков один из них, молодой человек, решил искупаться. Отдых с риском для жизни. Операцию по спасению человека провели на реке Китой. У нас 117 садоводств, в которых отсутствуют какие-либо источники наружного противопожарного водоснабжения. Тушить пожары нечем. В Ангарском городском округе только третья часть садоводств, оборудована противопожарной системой. Лагерь сам по себе уникальный для наших ребятишек. И он, наверное, единственный по всему региону, который занимается именно по той программе, как мы занимаемся. Роспотребнадзор закрыл лагерь казачьего войска, где теперь будут отдыхать трудные подростки Иркутской области. События понедельника и минувших выходных. В этом выпуске программы «Местное время» в студии Елена Жерлова. Здравствуйте. Трагедия. Едва не закончилась прогулка молодой семьи по берегу реки Китой в минувшую пятницу. Тревожный звонок в единую спасательную службу поступил в 17.00. Женщина сообщила, что потеряла из виду своего мужа, который решил совершить заплыв на длинную дистанцию. Молодая пара отдыхала на берегу реки Китой. При распитии спиртных напитков один из них, молодой человек, решил искупаться. Переплыв на остров, который расположен напротив Сан-Тетапа-Люк-2, пропал. Обратно не вернулся. Соответственно, были организованы поисково-спасательные работы. Подключены были сотрудники полиции. Спасательная операция длилась в течение часа. После доставки горя пловца на берег его проводили в отделении полиции. За распитие спиртных напитков в общественном месте мужчина может поплатиться административным штрафом. В городе снова орудуют вандалы. На сайт телеканала «Актис» в рубрику «Мобильный репортер» поступило очередное видео от наших зрителей. Ангарчане сняли, как от рук злоумышленников пострадал остановочный павильон в 12-м Амик районе. Через этот пункт проходят маршруты большинства садоводческих и городских автобусов. Поэтому здесь всегда много людей. Это не только на этой остановке. Я вот у Калапеи садилась, а там тоже вот с боковины вот так вот, только вот эта вот сторона разбита. Люди не понимают доброту и красоту, что в городе должно быть чисто и красиво. Мы же живем в этом городе. Я вот, например, это не понимаю. Напомним, за последние два года в Ангарске было установлено 15 современных остановочных павильонов. На эти цели из бюджета округа было выделено полтора миллиона рублей. Восстанавливать остановки, скорее всего, придется также за счет муниципальной казны. Расходы возместят злоумышленники, которых сейчас разыскивает полиция. Пожарные бьют тревогу. В подавляющем большинстве садоводств Ангарского округа отсутствуют источники водоснабжения для тушения огня. С начала года лишь два садоводства установили искусственные пожарные водоемы. Это Строитель-1 и Ясная поляна. Что повлияло на решение дачников, узнаем прямо сейчас. Вопрос пожаротушения в садоводстве Строитель-1 всегда стоял острый. Частые возгорания приходилось ликвидировать подручными средствами. Но своими силами дачники не справлялись. В прошлом году в садоводстве произошло семь крупных пожаров. Причиной пяти из них стали поджоги. Из-за отсутствия источников наружного водоснабжения экипажи огнеборцев во многих случаях оказывались бессильны. Этой весной садоводы приняли решение установить противопожарный резервуар с водой объемом 60 кубометров. Подрядная организация, которая профессионально заключила с нами договор, составили смету и фактически выполнили работы. Но они нам разрешили оплату работ произвести в рассрочку, потому что сбор средств одновременно тяжело с садоводами собирается. Мы только четвертую часть пока перечислили на выполненные работы, хотя работы уже закончены. Обслуживать резервуар по договору будет подрядчик. Строителю-1, одному из крупнейших садоводств Иркутской области, установка обошлась в 400 тысяч рублей. Сумма большая, но сегодня федеральное законодательство обязывает СНТ иметь источники противопожарного водоснабжения. Его отсутствие дразит садоводством серьезными штрафами. Санкции могут достигать половины стоимости установки пожарного водоема. Основной вопрос финансы, потому что вы понимаете, в садоводстве, всякое садоводство, у кого дороги подъездных нету, те в дороги вкладывают. Энергоснабжение, вообще в садоводстве, это первый самый важный вопрос, который требует также вложений. И пожарные мероприятия тоже требуют вложений. Ну, поэтому финансовая сторона, она страдает. Хоть и трудно, но лучше потратиться, ведь могут пострадать люди. С начала года из 75 возгораний, зарегистрированных на территории Ангарского округа, треть случаев произошла именно в садоводствах. Три человека погибли. Сегодня на территории Ангарского округа расположены 143 садоводства. И проблема при тушении пожаров возникает в том, что у нас 117 садоводств, в которых отсутствуют какие-либо источники наружного противопожарного водоснабжения. Как считают спасатели, установка таких резервуаров поможет улучшить общую обстановку с пожарами в регионе. Ведь нередко садоводство расположено рядом с лесами. А Иркутская область не первый год лидирует по площади лесных пожаров. На территории Приангария сейчас действует особый противопожарный режим, который продлится до 1 сентября. Ксения Чипак, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ксения Чипак, Дмитрий Новопашин. Лагерь открыт для 150 детей. Из них есть отряды спортивной направленности. Поэтому ребята будут не просто отдыхать, но и заниматься спортом, в частности настольным теннисом. Помимо спортивных мероприятий, ребята еженедельно будут посещать бассейн, кинотеатр и мероприятия в библиотеках города. Закончится летняя смена 26 июня. Оздоровительный лагерь в пойме Китое для трудных подростков в этом году прекратил свое существование. Роспотребнадзор признал казачьи войска местом, непригодным для отдыха и оздоровления детей. Какой выход предложили местные органы власти, смотрите в сюжете далее. Старые корпуса, покосившаяся столовая, игровая площадка советских времен. Лагерь казачьи войска, где в течение 18 лет проводили летотрудные подростки со всей Иркутской области, давно устарел и морально, и физически. Сегодня казаки, которые ежегодно организовывали отдых детей, разбирают на дворные постройки, складывают посуду и обмундирование. Роспотребнадзор выдал заключение, что в таких условиях дети отдыхать не могут. С просьбой о помощи атаман Нижнеиркутского казачьего округа Александр Машуков обратился в управление образования. В связи с тем, что лагерь сам по себе уникальный для наших ребятишек, и он, наверное, единственный по всему региону, который занимается именно по той программе, как мы занимаемся, Благодаря дальновидности нашей администрации, Ангарского городского округа, нам предоставляется бывшая база электроник. И вот на этой базе казачье войско продолжит свое существование. 25 мая в электроник, который давно не слышал детских голосов, выехала специально созданная комиссия. Пригласили даже заместителя министра соцразвития Татьяну Плитан и заместителя губернатора области Владимира Дорофеева. Конечно, полуразвалившиеся корпуса и кухня с неработающим оборудованием. Для отдыха детей вариант не лучший, но казаки предлагают восстановлением базы заниматься постепенно. А в этом сезоне организовать на территории электроника палаточный лагерь, а террасу столовой использовать просто, как обеденный зал. Денег на материально-техническую базу в середине года ни в одном бюджете не найти. Но вот путевками, при соблюдении всех необходимых требований, Министерство социального развития обеспечить сможет. Здесь тоже понимают необходимость такого лагеря. Действительно, железная дисциплина. У нас не было самовольных уходов практически, потому что дети сложной категории, они у нас в области отдыхали. Не было там краж, не было никаких преступлений. Сейчас решается вопрос о пригодности лагеря для проживания отдыхающих, а также о приобретении палаток. Если все контролирующие структуры дадут положительный ответ, казаки готовы организовать здесь три летних смены, за которые отдохнуть и поправить свое здоровье смогут более 500 ребятишек. Наталья Зарубина, Антон Бархатов, Дмитрий Новопашин. Местное время. В минувшее воскресенье 4 июня завершился 13-й зональный тур традиционной спартакиады нефтяной компании «Роснефть». За первое место и выход в финал боролись семь команд дочерних обществ предприятия. Кому удалось прыгнуть выше головы, а кому предстоит разбор ошибок, расскажет наш корреспондент Евгения Шильникова. Ангарская нефтехимическая компания славится своими спортивными достижениями. Поддержка спорта – одно из важных направлений. В оздоровительных лагерях, базах отдыха, на территории города – только самые современные площадки, где работники и их дети могут играть как в командные игры, так и тренироваться индивидуально. Не удивительно, что именно в Ангарске уже 10 лет проводится зональный тур спартакиады нефтяной компании «Роснефть». Большое спасибо организаторам, потому что, ну, на самом деле, такая работа проведена, это очень много сделано, очень все. Потому что мы тоже были один раз принимающим обществом, и мы представляем, что это такое, как это сложно. Всем угодить, всем, чтобы понравилось. Да, большое спасибо. Хорошие площадки, медицина, ну, все здорово на самом деле. Команда красноярцев в этом году набрала 98 очков и заняла почетное третье место. Борьба за первенство развернулась между вечными соперниками – Ангара и Верхничонск «Нефтегаз». Традиционно мы сильны в гиревом спорте толкания ядра. Перетягиваем каната, мы также стали первыми. В лёгкой атлетике парни наши в эстафете тоже стали первыми. И волейболисты также стали первыми не в первый раз уже. Наши волейболисты здесь лучше оказываются много лет подряд. Ну, а другие виды спорта мы ниже практически второго места нигде не опустились. Борьба разворачивалась не на шутку. Каждое очко было на счету. Нам навязали борьбу и в волейболе, и в баскетболе, и в футболе очень серьёзно. В шахматах дошло дело до близ турнира, потому что не вывелся победитель среди девушек. Кидали монетку и прямо близ турнира был по пять минут на победителя. В ЧНГ по праву стали лидерами в баскетболе и футболе. Однако с разницей в 10 очков первое общекомандное место по праву досталось ангарчанам. Команда «Верхничонскнефтегаз» также отправится на финал «Спартакиады», который состоится в сентябре в Сочи. Ну, а все остальные, возможно, уже с завтрашнего дня начнут готовиться к следующему зональному туру. Так что до новых встреч в Ангарске. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. И смех, и слёзы, и любовь. В спектакле нашего земляка Сергея Файзрахманова, премьера которого состоялась пятничным вечером, в Ангарске есть всё, кроме, собственно, Сейшельских островов. Так называется постановка. Для автора сценария и режиссёра пьесы это поиск потерянного на земле рая и спасение любви, а для зрителей два часа веселья, смеха, искромётного юмора и отличного настроения. На премьере в ДК «Нефтехимик» при абсолютном аншлаге побывала и наша съёмочная группа. Ожидания, я надеюсь, не будут оправданы. Мы ждём хорошей, качественной игры. Возможность первыми увидеть спектакль «Сейшельские острова» ангарчанам подарил четвёртый международный фестиваль «Сердце Байкала». Он проходит во многих городах региона со 2 по 17 июня. И в этом году посвящён 80-летию Иркутской области. И мы, весь коллектив спектакля «Сейшельские острова» поздравляем вас с таким замечательным юбилеем. Пусть процветает наша область, пусть процветает ваш город. Город замечательных людей и самый знаменательный в России большой химии. А с чего начать-то, а? Ну уж не знаю, с чего вам начать. Начайте сначала. С детства нашли, Антонина, с детства. Хорошо. С детства. Я Антонина Ивановна Серемягина проживаю, родилась там, в деревне Распотицы, вот и до сих пор там проживаю. Антонина Ивановна, давайте детство пропустим. Пропускаю тогда, пропускаю. Вот. Окончила я среднюю школу, потом поехала я в город. Ну, поступила в ПТУ, хотела на швейю выучиться. Не получилось. Скоропостижно забеременела. Антонина Ивановна. А. Автор пьесы – ангарчанин, наш бывший коллега, а теперь сценарист и режиссер Сергей Файзрахманов. Надо сказать, что половина актерского состава так или иначе связана с Сибирью. Марина Яковлева из Шелихова, Мария Туманова из Иркутска, Олег Акулич из Усть-Кута. И даже в сюжете сквозит байкальская тематика. А тут у брата, да, Вич, был на Байкале, он под Ангарском живет. Да. Да, там один мужик страусов разводит. Начинал с клуб, а сейчас ему целый табун африканских страусов. Знаешь, какие вы, сапки, глазища, вот. А как ты? Фабула пьесы далека от экзотики. «Сайшельские острова» – это трогательная история о незадачливом деревенском изобретателе, предложившем соседке построить посудомоечную машину на паровой тяге. Да 10 тысяч соберешь посудомойку? Не просто посудомойку, а паровую посудомойку. Никогда он такой не слушал. Конечно. Это гаухау. Это ты не ругайся. Это прорыв, это бомба. По-русски давай. Бытовой техники. Понимаешь? Па-па-м один. Паровая посудомоечная машина. Сама представь. Никакого электричества. Работает только на дровах. Взяв деньги и потратив их абсолютно на другие нужды, диаген-герой Олега Акулича терпит неудачу в создании машины. Посуду взял, бак сложил, гайки закрутил, вот, дров в топку подложил, зажег, и это, как сказать, почка-то так потихоньку так закрутилась. Пар пошел, пар пошел. А это как закричит, говорит, сейчас смотрите, говорит, через полчаса получите стерильную посуду и никакого электричества. Какие полчаса? Да? Да. Да. Почка там пять минут так попрутилась, а потом как бешеный, как бешеный завертелся, завертелся, этот побежал, посмотрел на какую-то приборку, говорит, ложись! На этой фабуле и держится вся пьеса. Почему он так поступил? Хотя он человек хороший. Почему вы хороший человек, вдруг вынужден совершать плохие поступки? И чем вся эта ситуация разрешится? Это, конечно, лучше посмотреть спектакль, но можно прочитать в пьесе. Любое это можно найти в интернете. Сергей Файзархман и все шельские острова. Она давно уже находится в сети, на различных сайтах. И пьеса вошла в шорт-лист международного конкурса драматургии литодрамы. То есть ее там можно найти легко. В итоге Сейшелы в спектакле – это символ счастья, которое у каждого из героев свое. И оказывается, за ним не надо ехать в дальние страны, потому что оно совсем рядом. Хорошо там, где мы есть. Об этом говорит зрителям Сергей Файзрахманов. После премьеры в Ангарске спектакль «Сейшелские острова» отправится на гастроли по Иргутской области. Последними в рамках фестиваля пьесу увидят зрители музыкального театра имени Загурского 17 июня. Ольга Тюбрина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Таким был этот день. Далее расскажем о погоде. Всего вам доброго и удачи в делах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!